До зимы рукой подать. Впереди морозы, гололед и снегопад. Вобруйские дорожники подготовили сани с лета. На базе ДЭП горячую пору ожидают уже проверенные временем универсальные погрузчики. Плюс новенькие автогрейдеры, плужно-щеточные и комбинированные машины. Это МАЗ 5912. Он способен одновременно убирать снег и посыпать дорогу противогололедной смесью. Техника экономит время и средства. Раньше на этот же объем работы понадобилось бы две машины. На зиму уже заготовлено 12 тысяч тонн песко-соляной смеси. На три тонны больше, чем в прошлом году. Бороться с погодными сюрпризами будут порядка 470 бойцов ДЭПа. В режиме 24 на 7 дорожники работают еще с середины ноября. За помощью могут обратиться и организации города. Заключаем договора, если это очистка их территории, предприятий или же прилегающих территорий. С нами заключают договора, как и заправки на расчистку прилегающих территорий и подъездных путей. Прошлая зима принесла в Беларусь обильные осадки. Больше всего снега выпало в Могилевской области. Максимальная высота – 57 сантиметров. Дорожным службам приходилось оперативно справляться с сугробами и гололедом. На борьбу с непогодой были брошены все силы. Абсолютный минимум температуры в стране достиг 29 градусов ниже нуля. По сравнению, как те годы, те годы, конечно, на тех машинах мы работали, не хватало третьей руки. Эту технику мы ждали очень давно, надеялись, очень и не один год. Надеялись, что эта техника все же пройдет. На вторник в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Ветер усилится до небезопасных 20 метров в секунду. Прогнозируется гололедица. Местами ожидается сильный снег. А значит, не исключено, что новенькая техника ДЭПа вот-вот появится на Бобруйских дорогах. Карина Гуревич, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.